Доброе утро! Доброе утро! Плана Викторовна, доброе утро! Информация об исполнении поручений примара данных на аппаратном совещании 18 февраля 2014 года. На аппаратном совещании примара Монтиплярова с господином Панчук Василием Тарасовичем было 6 получений. Одно из которых находится на исполнении, пять исполнены следующим образом. Управлением регионной примарии принято мероприятие для организации аукционов по продаже объектов муниципальной собственности. В результате проведенных 3.02.2014 открытых торгов, 12.02.2014 заключен договор с муниципальным предприятием архитектурно-планировочным бюро по предоставлению соответствующих кадастровых услуг. 27.02.2014 года с государственным предприятием кадастров заключен договор из Единого Восточника на предоставление услуг по регистрации права собственности в регистрацию недвижимого имущества. В связи с отсутствием афер-данков на услуги по проведению земельных аукционов и продаже имущества объявлены проведен повторный тендер 3.03.2014 года. Финансовые средства на проведение данных уроков учтены на обреченном результате на 2015 год. Отделом общественной безопасности в результате проведено в течение двух последних недельных мероприятий для посещения несанкционированной уличной торговли с документированной 14 нарушений. В этих целях также в ближайшее время планируется организовать еженедельные рейды. В ходе работы по объявлению размещения объявлений в неустановленных местах завершил указанный директор и влечении к ответственности 16 человек. Управлением архитектуры строительства проведены проверки установки информационных счетов и ограждения объектов, находящихся в стадии строительства. По состоянию на 3.03.2014 в ходе проверок 59 объектов, строящихся вдоль основных магистралей города, установлено, что все инвесторы имеют разрешение на строительство. Все объекты ограждены. На 17 объектах установлены информационные счеты, 6 объектов сданы в эксплуатацию, на 14 объектах завершены строительно-монтажные работы, подготовленные к значению эксплуатации. На 22 объектах счеты отсутствуют или пришли в негодность. Управлению архитектуры строительства направлены письма с требованием устранить недостатки инвесторов и подрядчикам объектов, на которых отсутствуют информационные счеты или работы ведутся с отступлением от проекта. Также направлены письма о принятии соответствующих мер в инспекцию по строительству. В целях проверки санитарного состояния прилегающих объектов к торговле территорий, Управлению коммунального хозяйства осуществлено объезд. В результате второго по выявленным нарушениям экономическим агентам отправлено 526 предписаний о надлежащем содержании закрепленных территорий. Работа в данном направлении продолжается. Вопросы? Докладчики вопросов нет. По части некоторых уточнений. Окончание ремонта здания Примариев. На какой стадии находится решение вопросов? Начиная от претензий подрядчику, который оказался неспособным. Он сегодня отсутствует, Лариса Иванова. Меня интересует больше вопрос финансы. Что не искать? Мы сегодня разручим. За счет поставших денег на начало года мы сможем выделить эти средства. Только уточняем сейчас сумму, сколько необходимо выделить. Я прошу, так сказать, сделать запись, получение УКС по части Зеленой Ивановой. Да. Вы владеете сюда? Да. По самому договору нам осталось 800 тысяч долларов. Но у нас были проектанты по свободе. Они сейчас работают над корректировкой проекта, потому что там есть некое отклонение. Ну, мы способны завершить эту работу или это будет, так сказать, памятник? А если бы долго стоило, то еще, так сказать, даже я на нету слов сразу подобрать, как это назвать. Начиная с подрядчика, который, так сказать, выиграл тендер, в течение практически полугода пытался что-то организовать работу, заканчивая некачественным выполнением работы, но вообще отсутствием соблюдения проектной дисциплины, которая вытекает из решений проектных. Уже это и проект нужно переделывать. То есть тут нарушение на нарушении. Значит, я прошу в течение ближайшей недели разобраться со всеми вопросами и доложить мне, так сказать, о порядке действий, которые мы должны предпринять для того, чтобы завершить эту работу. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, присаживайтесь, наверное, относительно. ППП с котельными закончено или нет? Ну, кто у нас выступает, заказчик? Окончательная приемка, когда будет? Не владеете. Значит, я прошу разобраться. Ну, тогда отвечайте более уверенно. Рабочая комиссия... Я говорю об окончательной приемке объекта. Ну, сейчас работаем со средств. Я об этом слышал месяц назад. Да, они направлены письмом, претензией. Значит, меня интересует результат. Поэтому ваши письма, претензии предъявляете доскотехии, что происходит. В марте месяце. Завершительно. Да, решительно. Хорошо. Заказано. По вопросам ненормального состояния строительных объектов. Вроде много назвали, Юрий Васильевич, предпринятых мер, но если так сегодня пройтись по городу, то практически каждому второму объекту можно предъявить претензии к качеству ограждения, отсутствию информации, уже не говоря о том, предпринят ли ли меры для того, чтобы хотя бы одного наказать. То, что мы пишем письма, это хорошо. Это уже есть. Во-первых, есть результат того, что у вас хотя бы есть перечень всех строек. Ну, не всех, потому что вот Курченко здесь нет, которая с паршивым шифром ограждена, стройка. Но уже хорошо, что начали движение в этом направлении. Есть ли соответствующая реакция со стороны стройинспекции? У нас никого нет сегодня с стройинспекцией. Они решили, что это уже не обязательно ходить в направлении совещания. Юрий Васильевич, я прошу, так сказать, выяснить истину. Если это игнорирование, сделать соответствующее представление Министерства оригинального развития. Так, есть хотя бы один объект, который был привлечен ответственности инвестор или заказчик за некачественное содержание стройной площадки, ограждений и так далее. Нет. Я проинформировал, что происходит через инспекцию. Я об этом не спрашиваю, я устрою инспекцию. Я вижу, что их нету, поэтому можно сделать вывод, что и мер никаких не принимается. Кстати, мы говорили не только об ограждениях, наличии табло и так далее. Мы говорили о необходимости содержания в нормальном состоянии выездных путей со строя. У нас сегодня что не стройка, то пяти в радиусе метров 100-150, грязь на основных магистралях. Начиная с центра по улице Индепенденции, где есть стройка, и заканчивая любой другой стройкой. Наличие стройки, это значит, должны быть защемнены пути выезда. Уже не говоря, что в идеальном варианте, там должны быть помывочные пункты для транспорта, которые работают на строительной площадке. Я прошу в этом плане дорожную полицию, так сказать, тоже не дремать. Принять ввери для того, чтобы каждая стройка, которая сегодня выносится грязь на магистрали города, были приняты соответствующими по закону, которым вы имеете право наложить штрафные санкции. Присаживайтесь. Продолжение следует...